Всем привет! Зимой я специально ездила в Англию, чтобы снять кое-что про ниши английские дивизионы, но вся поездка обернулась жутким провалом, потому что остров накрыл ураган и поля превратились вот во что. Матчи отменили, и это понятно. Если вы хотите знать, почему еще в Англии иногда отменяют матчи, смотрите дальше. Несколько причин. Просто бомба. Очень плохая шутка. В 1999 году, впервые с 1927, в Англии можно было наблюдать полное солнечное затмение. Лучший обзор в Англии обещали на Южном берегу, где Торки и Плимут Аргайл как раз в этот день должны были сыграть свое локальное дерби в Кубке Лиги. В город приехало огромное количество туристов и любителей науки. Конечно, о затмении всем было заранее известно, но вот полиции об этом явлении почему-то никто не сообщил. В последний момент выяснилось, что им просто не хватит офицеров, чтобы контролировать толпу, смотрящую в небо, и футбольный матч одновременно. Пришлось перенести матч. Затмение ведь не перенесешь. В феврале 1985 года в Шеффилде было очень холодно, но игра между Шеффилд Юнайтед и Олдомом была перенесена не из-за этого. В районе стадиона Брэмл Лейн нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны весом почти в тонну. Для того, чтобы ее обезвредить, понадобилось 36 часов, и только через три дня состоялся матч. Шеффилд выиграл 2-0. У нас было взрывное начало матча, пошутил после игры тренер клуба Ян Портерфилл. Еще одна не очень хорошая шутка. Ну, это была серьезная причина. А вот вам смешная история из английских низов. В 2018 году команда под названием Кредитон Юнайтед из графства Девон поехала в гости к своим соседям Тинмуту из одноименного города, известного тем, что оттуда родом группа Мьюз. Приехали ребята из Кредитона, значит, и увидели, что на поле нет ворот. О матче было известно сильно заранее, но тот, кто дал разрешение на его проведение, почему-то забыл проверить, все ли для этого есть. Решили перенести игру, пока не доставят ворота. Скрестим пальцы, чтобы не забыли перекладину, шутил аккаунт Кредитон Юнайтед в Твиттере. В последний день Премьер-лиги, как известно, все матчи должны играться в одно и то же время. Но в сезоне 15-16 так не получилось. Дело в том, что на стадионе Олд Траффорд обнаружили подозрительный пакет. За час до матча с Бурмутом пришлось всех эвакуировать. Это вызвало панику не только у болельщиков, но также у официальных лиц. Потому что было не совсем понятно, что же делать с остальными играми, тоже переносить или что. Ведь Юнайтед заочно боролся с Сити за место в Лиге Чемпионов. Как-то неправильно было их разделять. В итоге на два дня решили отложить только игру Юнайтед. А загадочный предмет впоследствии оказался учебным муляжом бомбы, которую какой-то растяпа из команды саперов забыл убрать за собой после того, как на Олд Траффорд проводились учения за день до матча. Ну, без погоды, конечно, этот список был бы неполным. Из-за дождей и ветра в Англии достаточно регулярно отменяются матчи, особенно в низах, где газоны не настолько подготовлены к зиме, а стадионы порой выглядят как чисто поле. Иногда переносить приходится несколько раз. Самый кошмар был в сезоне 1962-1963. Тогда выдалась особенно холодная и снежная зима, и сезон просто остановился. Матчи переносились, назначались и опять переносились. Хуже всего пришлось Линкольну и Ковентри в третьем раунде Кубка Лиги. Их игра откладывалась 16 раз. В итоге она состоялась лишь в марте. Как-то нелепо. Но англичанам хорошо. При любом капризе погоды можно кинуть на шотландцев. Тамошний рекорд все в ту же лютую зиму 1963-го составил 33 раза. Столько раз переносился матч между клубами Эйрдри и Странрор. 31 августа 1997-го года матч между Ливерпулем и Ньюкаслом был перенесен из-за трагической гибели принцессы Дианы. Клубы присоединились к национальной скорби и решили не проводить игру в день роковой автокатастрофы. Также отказались от проведения матча Крю и Порт Вейл. А на следующий день в Шотландии не состоялось дерби между Селптиком и Рейнджерс. Его тоже решили перенести на другое время. Брэдфорд и Транми Роверс в 2013 году перенесли матч из-за того, что на тот же день в городе назначили марш правого движения, и полиция не могла справиться с двумя опасными событиями сразу. Дату проведения марша утвердили значительно позже, чем время матча, но оказалось, что перенести игру местная полиция вправе, тогда как с маршем все не так просто. Пришлось смириться. Бывает в общем разное. Иногда причинами становится плотный туман или забастовки железнодорожников. Иногда какие угодно соображения безопасности. В общем, если вы надумали ехать на матч, а уж особенно в низах английского футбола, то лучше заранее проверьте прогноз погоды, а также какие там назначены марши и забастовки. А то мало ли что. Ставьте лайки, если вам было интересно, подписывайтесь и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok